У меня никогда не было хороших отношений с моими родителями. Она каждый день ко мне подходила и спрашивала, что когда ты уже съедешь? Это запугивание. Она меня запугивала. В лифте там вплоть до того, что ей не нравилось, какую еду я ела. Буквально сошла с ума и все это навалилось на момент поступления в шарагу. Всем привет, мои сладкие малыши! На этом канале очень давно не было разговорных видео на какие-то важные темы. Ну, это если не считать последнего видео. Также на этом канале давненько, если быть точнее, абсолютно никогда я не выглядела настолько плохо. Насколько я выгляжу сегодня? Но это совершенно другая история. Сегодня мы с вами будем говорить на тему проблем с родителями. Ну что, мои сладкие малыши, меня зовут Лиса. Если вдруг вы еще не мой сладкий малыш, это звучит очень странно. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Здесь обычно более позитивный контент, здесь обычно более что-то интересное. Но я считаю, что тема взаимоотношений с родителями также очень важна. Родители, которые ожидали от меня слишком многого, с которыми у нас полностью от нуля до бесконечности были всраты отношения. Родители, с которыми все было крайне сильно плохо. И... Не, ребят, этот канал не превращается в канал мы ноем по поводу и без. Просто я смотрела последнее мое видео, которое было про развод. Я читала ваши комментарии. И я поняла, что я просто обязана также поднять эту тему в качестве благодарности вам за ту нереальную поддержку, которую вы мне оказали. Пожалуйста, не думайте, что все то, что вы написали мне, все то, что вы мне сказали, оно осталось неуслышанным. Потому что буквально я каждый день после выхода этого видео заходила в комментарии, я их читала. Конечно, там было много ада. Особенно, когда видео попало на первое место в тренде. Пришли самые умные в этом мире, прекрасные, потрясающие мужчины, которые считают, что все женщины дырки, все женщины грязь. И единственное, что должна делать женщина, отражать детей и ублажать своего мужика. Ну, можете почитать комментарии, там их крайне сильно много. И очень виден контраст, когда это видео здесь напопало, ну, куда-то еще. Клянусь, я просто не хотела, чтобы это видео вообще видел кто-то, кроме моих подписчиков. И когда я увидела, что она на второй вкладке в тренде, я испытала дикий ужас. Вот обычно люди этому радуются, но я просто впала в ужас. Потом она попала на первое место в тренде. И буквально даже когда я была с друзьями, мы ездили на день рождения, мы смотрели там всякую фигню на ютубе. Ну, то есть на нулевом ютубе, да, где там еще никто не зашел в свой аккаунт. И просто мы включаем это первое видео, которое, ну, по сути, видите, неизвестные люди, да, потому что это рандомная подборка под непонятно кого. И там мои видео. И я такая, если вы включите это видео, я сейчас уеду. Я не иронично вызову такси и просто уеду, если вы, не дай бог, включите сейчас это видео. Это чтобы понимали на тему того, как я, в принципе, отношусь, когда я понимаю какие-то такие достаточно сложные для себя темы. Ну, то есть я это обсуждаю, но это обсуждаю, ну, это надо прям, знаете, очень сильно так постараться. А сегодня я выношу тему отношения родителей на огромную аудиторию. И надеюсь, что я сделаю это не просто так. Что ж, зайдем на канал и посмотрим. Слово хейтерским комментариям дадим. Вообще-то накрасили нормально. Просто у Лисы очень нависшая века. Все с ним будет убого. Слишком худая. Хватит уже худеть. Лол, почему у тебя прическа, как у 11-летней? Вместо того, чтобы критиковать салоны и т.д. Обрати внимание на себя. Одежда не по возрасту. Макияж тоже. Мда. Ну, что сказать. Прочитав такие комментарии, иногда мне кажется, что общество просто буквально все еще диктует женщине, что ей делать, как она должна выглядеть и все в таком роде. Занимайся семьей, носи нормальную одежду, найди себе уже нормальную работу и вообще делай все то, что от тебя ожидает общество, а не ты сама себе хочешь делать и придумывать. Но вообще-то любая женщина вправе делать то, что она хочет, а не то, что ожидает и навязывает ей общество. На эти мысли меня навела коллаборация Ривок вместе с Карди Би. Вдохновляет девушек оставаться самими собой, как это делает сама Карди. Смелые цветовые сочетания в пастельно-фиолетовой и ярко-красной гамме обязательно привлекут всеобщее внимание, а детали, подчеркивающие талию и кокетливые сетчатые вырезы, создадут стиль, вдохновленный 90-ми годами, который на 100% отражает Карди. Цвета и материалы подойдут для идеальных монохромных образов, для того, чтобы можно было прямиком из спортзала сразу отправиться на прогулку. Предлагаю вам оставаться всегда самими собой и делать именно то, что вы хотите. Выглядеть так, как вы хотите и делать только по-своему. Кстати, по ссылочке, которую вы можете найти в описании, вы, если введете промокод ЛИСА15, получите очень приятную скидку в 15% на товары по ссылке. У меня никогда не было хороших отношений с моими родителями. Мои взаимоотношения с матерью, в принципе, мне кажется, никогда не были хорошими, даже когда я была совсем маленьким ребенком. То уж говорить про то, когда мы с ней стали взаимодействовать в отростковом и более старшем возрасте, когда каждый там уже хочет проявить свое мнение, когда хочет каждый уже доказать, что вот он прав, и когда просто нету никакого диалога не потому, что вы не умеете разговаривать, а потому что вы просто не хотите друг друга слушать. Это, знаете, ты начинаешь с человеком общаться, ну не знаю, например, на тему мой любимый, там, не знаю, цвет розовый, да, а человек тебе такой, нет, розовый это полное дерьмо, как бы вообще все, кто любит розовый, они дерьмоеды. И ты такой, блин, чувак, но у меня есть веские аргументы, почему я люблю розовый. Например, он мне больше всего подходит, я, там, не знаю, нахожу в нем умиротворение, он меня радует. И другой человек, он тебе просто не договорит, нет, ты тупой, ты не понимаешь, розовый это цвет для лохов, ни в коем случае нельзя использовать розовый цвет, типа, чел, ты чё. И вот у вас начинается эта конфронтация, потому что ты, по сути, как бы просто говоришь, что тебе нравится, и все то, что тебе нравится, подвергают, не то чтобы сомнению, а такой адской критике, что ты такой, типа, зачем я вообще живу? Посмотрите, короче, тему. Моя мама, она карьеристка, она человек, который нацелен на карьеру, для нее приоритет, это ее работа. Также, помимо этого, у моей мамы приоритет, это ее друзья, это ее бесконечное число подруг, ничего вам не напоминает на сегодняшний день. Проблема с училкой английского. В каждой школе я чел, который просто приходил, могла сидеть без учебников, могла просто сидеть на парте, могла там втыкать в телефон, и каждый раз, когда училка ко мне подходила, и спрашивала, типа, какого хрена здесь вообще происходит, я ей просто отвечала тупо на английском, абсолютно без какого-либо акцента, потому что раньше на английском я говорила ручше, чем на русском, сейчас мой английский это просто very bad, sounds weird, то есть это просто ужасный язык, это абсолютно, я забыла и произношение, я все забыла, но на тот момент это был язык носителя, и поэтому на английском языке, когда она ко мне докапывалась, я ее очень хорошо отвечала, она понимала, что, ну, это реально очень тупо, там, не знаю, обучать ребенка, который разговаривает на английском так, как я сейчас говорю на русском, там, не знаю, какими-нибудь вот этим вот штукам, ну, это просто бред, и поэтому у меня по английскому всегда были автоматом пятерки, научители меня очень сильно ненавидели, меня всегда пытались подловить, а я просто-таки наслаждалась о том, что вот я такая классная, вот, типа, я самая лучшая, и во многих других дисциплинах было так же, у меня были репетиты по всем сраным предметам, это было самое тупое, что можно сделать с ребенком, и знаете, почему я себя так вела? Не потому, что я была мерзким ребенком, которого хотела кого-то унижать, а потому, что дома я получала абсолютное непонимание себя, что бы я дома ни делала, какие бы успехи я ни приносила, какие бы хорошие новости или что-то такое, они как будто игнорировались, это знаете, может быть, у вас была такая ситуация или у ваших знакомых, когда, грубо говоря, ты приносишь тройку, на тебя буквально орут, тебе говорят, что ты вообще, типа, чел, ну ты че, какие тройки, ты нормальный, ты меня позоришь, и когда ты говоришь, мам, ну, типа, все получили в моем классе тройки, потому что, ну, нас просто буквально, наш класс не любит, нас всех завалили, потому что, ну, такие ситуации иногда бывает, когда приемы ставят всем, абсолютно всем, кроме, там, не знаю, своих любимчиков, охрененно плохие оценки, и я прихожу, я пытаюсь ей объяснить, она меня не слышит, и говорит, почему ты смотришь как на всех, но при этом, когда я получала какие-то отличные оценки, например, там, пятерки, исключительно пятерки на тех же английских языках, и я говорю, мам, я единственный человек, который получил пятерки, и она такая, нет, ну, они тупые, конечно, ну, а чем ты вообще гордишься? И вот это вот бесконечное обесценивание абсолютно всего, что я только не делала, это было просто постоянно, постоянно была такая хрень. В конечном итоге, я очень сильно задолбалась, у меня произошли личные драмы в жизни, но это мы не будем сегодня обсуждать, и я в какой-то день все это стала высказывать маме. В конечном итоге мы начали друг друга бить, на самом деле, честно скажу, ну, как бы это было ужасно, она пыталась меня остановить, потому что меня просто понесло, я стала несконечным потоком нести вот эти вот все свои упреки, все мои негодования, и она просто такая, типа, стукнула, я это не выдержала, меня порвало, я ударила ее в ответ, и, короче, там нас еле-еле разняли. Потом у меня начались достаточно сильные проблемы с ней, она орала на меня каждый день, она каждый день ко мне подходила и спрашивала, что когда ты уже съедешь, типа, когда ты уже свалишь, когда, типа, все это уже закончится, типа, я устала, мне все это надоело, и это при условии, что я не делала ничего плохого. Единственное, что делала, я училась. Знаете, почему я училась? Потому что у меня не было времени не учиться. У меня было только два развлечения в этом жизни, это обучение и ролевые, блин, прости господи, формы. Я умудрялась совмещать учебу, бесконечную учебу, я проходила домой к 11-12, потому что репетиторы занимали много времени, а когда у тебя репетитор, в том числе по истории, которая тебе нахуй не усралась, это как бы много времени занимает, это по биологии, которая тем более себе не упиралась. И к 11 я приходила домой, я садилась в интернет, и я просто торчала всю ночь в интернете, в спать ложилась я в 4, вставала я в 7, так я и жила. Так, в принципе, прошло мое все подростковое время. Мать еще умудрялась на меня орать, но я старалась, чтобы она не видела, что я в ночи сижу за компом, но когда она видела, она меня тоже ругалась, при этом я говорю, я абсолютно себя нормально чувствую, я делаю все, что мне требуется, почему я не могу посидеть за компьютером. Чтобы вы понимали, первый раз пошла в кино, мне было в 17 лет, потому что до этого момента в моей жизни не было ники, но ничего, единственное место, куда я могла ходить, я могла ходить там с родителями в какие-то рестораны, но у меня было нормально, не было не то чтобы друзей, да у меня не с кем было просто даже со школы там, не знаю, до остановки дойти, никого, кроме экстрената. В экстренате все изменилось, куда меня тоже запихнули против моей воли, но экстренат в конечном итоге оказалось в классное заведение, поэтому ничего против него не могу не сказать. Если захотите на тему как-нибудь однажды, я ее упомяну подробнее на тему экстрената. Моя мама всегда, абсолютно всегда говорила мне, что самое главное, это реализовать себя в карьере, ни от кого не зависеть, быть сильно независимой женщиной. Ну, короче, все то, с чем я абсолютно согласна на сегодняшний день, но на тот момент я была с этим категорически не согласна, потому что я видела, как упахивается моя мать, как она стрессует на работе, как я ее банально не вижу, а когда вижу, она срывается на мне, потому что, видимо, ее работа не позволяла ей срываться на своих подчиненных, хотя она всегда занимала руководящие места. И она всегда внушала мне то, что ты должна быть независимой, ты должна учиться, потому что, ну, типа, только так. Ты никогда не должна зависеть ни от одного человека, тем более от мужчины. В общем, это все то, что она пыталась мне вложить. И действительно, сегодня я с этим абсолютно согласна, но тогда я видела исключительно плохой пример. И я до сих пор задаюсь вопросом, почему нельзя было просто со мной нормально поговорить. Я всегда был человек, который нацелен на диалог. Я всегда любила разговаривать, я любила общение, и я любила понимать. Когда со мной кто-то разговаривает, даже если со мной какой-то конфликт происходит, я всегда выслушиваю своего оппонента, и я пытаюсь его понять, потому что для меня самое важное, это понимать логику в поступке и словах моего человека, с которым ведется дискуссия. Мать же просто не пыталась со мной говорить, она не пыталась мне объяснить, почему это так важно. Она просто орала на меня, говорила, что обучение это очень важно, что у нее нет никаких других вариантов, кроме как постоянно учиться, поступать в шарагу, которую она сама выбрала. И что единственное, что я должна делать, это реально отучиться и пойти на работу. Блин. Я была в таком ужасе от всего того, что меня нагнала мать, и в то же самое время было дикое противоречие, потому что вместе с тем, насколько я не хотела работать, насколько я не хотела зарабатывать сама деньги, я хотела спихнуть свою ответственность на другого человека. Я говорила в прошлом видео, что отец буквально хотел меня продать, и тогда такая позиция, понимаете, мне казалась даже ближе. Я думала, что, блин, классно быть какой-нибудь там а-ля эскортнице, потому что если я ей буду, если кто-то, не знаю, там меня возьмет, будет обеспечивать, я ничего не буду делать, я буду покупать себе сумки, я буду там, не знаю, спать до 12, ложиться спать до 12, и все, мне будет классно. И я реально не понимала, а в чем, собственно, проблема. Понимаете, насколько просто нужно было загадить мозг ребенку, чтобы он буквально сам думал, что это как бы норм. И мне очень повезло, то, что мне еще тогда с тех времен появились, начали появляться друзья, как раз мне 18 лет случилось, от из этой вот категории я узнакомилась, соответственно, с Давидом, ну и там дальше понеслось, понятное дело, что весь этот, все это срань из моей головы пропало. Но если бы в этой ситуации не произошло, если бы не произошло вот этого вот знакомства, которое в один день просто перевернуло мою жизнь на до и после, я сконцентрировалась уже как бы на совершенно другом, ну, мы начали встречаться, было бы дальше неинтересно, буквально он меня вытащил из этого всего. Я, в принципе, по своему взгляду и по всему такому, я скорее шугармани, я очень извиняюсь, нежели чем эскортница, потому что, ну, для меня владеть в своей власти и доминирование, это очень важно и в отношениях, и с кем бы то ни было, то есть мне очень важно чувствовать то, что я выверяю, я решаю, я все делаю, а не обратно. Мама в свое время, она очень сильно меня этим подавила, она подавила мою сущность, я не чувствовала себя счастливой, я спала, я плакала, я просыпалась, мне было плохо, и это при том, что я такой чел, который всегда делал честь, что у него все классно, типа я постоянно улыбаюсь, я веселая, я просто не допускаю такого, чтобы кто-то говорил о моих проблемах. Каждый раз у меня у нас еще были конфликты, там, вплоть до того, что ей не нравилось, какую еду я ела, если, блин, я не знаю, я там пила кофе, она агрелась вместо того, что я пью кофе, если она пила чай, я говорю, о какого времени ты так много чая пьешь? Это не потому, что она была бедным человеком, ни в коем случае нет, она просто на меня докапывалась вообще во всем, и я даже не могла бунтовать, потому что я была настолько подавлена учебой, мне не было настолько времени, мне не было социалки в реальной жизни, что я даже не могла как-то себя проявить, и я просто единственное, что делаю, я постоянно ходила на огромных каблуках, привлекала к себе внимание внешкой своей, но на это ей, в принципе, было пох. Не знаю, кстати, почему я на это была пох, потому что я выглядела как путана, 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 ночная бабочка, ну, конечно же, в интернетах случилось много хуертений, потому что буквально это был единственный-единственный люди, с которыми я общалась, с большинством из них я общаюсь по седениям, уже давно там, как бы, не друзья, с каких-то в саратов beyond.ru, а давно уже реальные друзьяшки, но это другая история, и, естественно, у меня были определенные драмы в этих самых интернетах, длиной в там 2-3 года, и когда там определенные события очень неприятные произошли, я словила ужасную, ну, просто не то, что депрессию, я буквально сошла с ума, и все это навалилось на момент поступления в Шарагу, я не понимаю, как я в целом выжила, потому что я не спала недели, наверное, ну, не неделю, дней 10 я не спала, я помню, я сидела под столом каждый день, когда я приходила после репетиторов, после подготовки к ЕГЭ, я садилась под стол, под свой, запиралась вся в комнате, я просто сидела, я упивалась энергетиками, и курила, я брала у моего батя сигареты, и курила, мне настолько было плохо, и мать видела, в каком я нахожусь в состоянии, и она даже не пыталась мне помочь, то есть она видела, что мне очень плохо, мне было очень плохо, я буквально все, я была закончена, и я тогда вот все, ну, то есть буквально, вот тот человек, который тогда был, который сейчас, это абсолютно разные люди, это очень сильно перелопатило меня от нуля до бесконечности во всех сферах моей жизни, дорогие друзья, она даже не пыталась понять меня, то есть она видела, в каком я состоянии, я ходила вся зеленая, вся черная, у меня буквально был траур, я помню, когда я ехала на метро в школу, и я просто ездила в очках в солнечных, всегда в метро потому что я просто рыдала, постоянно рыдала и мать даже не пыталась понять, что происходит а в один день, так мне не с кем было поделиться кроме переписок и я ей что-то там рассказала но рассказала очень вот так вот поверхностно чтобы она в целом не поняла ситуацию, поняла, что у меня есть некоторые проблемы она просто на меня стала орать и говорит, что я просто тупая я должна заниматься обучением и все остальное не имеет никакого значения я такая, ох ты, класс и я не знаю, почему я все еще физически в своем проявлении осталась, потому что там было достаточно много инцидентов, когда все это должно было закончиться, и я просто не получала ноль поддержки, я получала только бесконечный стресс от поступления и от всего, ну собственно да, а когда я поступила на бюджет, ну типа она просто пожала руками, типа ну да ну а как еще, ты же там типа не тупая то есть когда я делала что-то классное, она мне всегда говорит ну как бы, а чему тут удивляться, ты вообще себя видела, что такая красивая, такая умная она, то есть она мне делала комплименты через бесценивание, я даже не понимаю что это за такая хрень было очень странно, мне было очень нервно и так было всегда, вот пример из детства и музыкальной школы у меня очень плохо строили взаимоотношения с одной из училок в одной из музыкальных школ, в которых я была почему она меня не взлюбила сразу? просто потому что я ей не понравилась, все и у меня по фортепиано были тройки она ставила мне только двойки и тройки вы понимаете, какой-то стресс для ребенка получить на занятиях в фортепиано двойку и тройку и я приходила, помню, к родителям, говорю мам, у меня очень большие проблемы в музыкалке это просто смешно, что у меня проблемы в музыкалке может быть мы что-то сможем решить и она даже не пыталась разобраться в проблеме она не пыталась спросить у меня она мне говорила, что я просто не ок, что у меня беды запашу что если у тебя проблемы в музыкалке, то дно этого общества тебя уже, у тебя нет спасения, тётя, ну, у тебя вообще всё, конец, тебе всё ещё, там, не знаю, 12, 10, я не помню, когда это было, типа, ну, ты уже как бы всё, ты закончилась для этого мира, и когда я просто говорила, ну, я реально не могу с ней заниматься, она правда меня заваливает, она единственное, что мне делала, ты можешь бросить, это твой выбор, ты живёшь, это твой выбор, ты можешь бросить музыкалку, как бы, ради бога, можешь вообще не учиться, можешь вообще, там, не знаю, идти ширяться, можешь бухать, делай, что хочешь, и она вот, единственный диалог, который мог быть с ней такой, это запугивание, она меня запугивала, она буквально мне говорила, что я не должна общаться с мальчиками, они все должны, они все меня возьмут, и вот это вот самое, вот абсолютно просто каждый, который там пройдёт мимо, ещё это абсолютно противоречит тому, что меня при этом постоянно хвалили, куда бы я ни ходила, я всегда, моя дочь самая лучшая, моя дочь самая красивая, она у меня самая умная, она просто вообще какой-то легендарный человек, и все действительно воспринимали меня как легендарного человека, а я чувствовала себя как вошь, как таракан какой-то. А ещё на фоне всего этого я постоянно строила из себя такую, типа, сильную, весёлую, классную, потому что я была уверена в том, что если я буду вести себя так, как будто у меня всё классно, то у меня на самом деле будет всё классно, поэтому, когда я приходила в тот же экстренат, это всё реально навалилось очень сильно, как раз в моменты поступления, там, 3-4 месяца до начала экзаменов, я в полном ужасе, нет, ладно, не 3-4 месяца, там, буквально 2 месяца до начала экзаменов, ещё хуже, и я прихожу в экстрен, и я просто занимаюсь такой адской клоунадой, я постоянно, я не знаю какой-то бред, я смеюсь, я хохочу, я просто самый жизнерадостный или вообще счастливый человек на этом свете, и при этом я еду туда, я рыдаю, я уезжаю туда на метро, и я рыдаю. Чтобы вы даже понимали, я, когда познакомилась там с двумя девочками, прям очень хорошо подружились в экстерне, особенно ближе к концу, одна из них жила, ну, можно сказать, что на моей остановке, и я никогда не ездила с ней вместе, я ей специально говорю, что якобы я езжу по другому маршруту, хотя это был очень очевидный маршрут, чуть ли не по прямой, но я ей говорю, что я езжу по своему маршруту, и она такая, типа, что за бред, если я хоть как еду я, ты будешь доезжать в 20 минут, а я, типа, а ты, типа, по своему маршруту едешь 40, я говорю, да не-не-не, я буду по своему маршруту ездить, и я ездила, короче, не потому что я не хотела, как бы, с ней время проводить, мне она очень нравилась, и нравится по сей день, а потому что я просто, ну, мне нужно было время, чтобы я могла уединиться, чтобы я была поплакать, чтобы я могла прийти домой, чтобы я могла из дома, там, пойти к репетитору первому, второму третьему, потом еще на вонючие курсы от универа, которые, ну, начинала, вечерние были. То есть просто представьте ситуацию, когда дома тебя не поддерживают ни в чем, потому что ты тупой, а, ну, среди каких-то своих знакомых тебя абсолютно всегда хвалят. Ты чуть ли там не просто предмет зависти всех взрослых женщин, потому что все их дети ничтожество, а я великая. И так проходило все время, пока мы жили вместе с ней. Даже я от нее съехала, наши отношения странным образом наладились. У нас действительно появился диалог, и во многом потому что у нас он просто появился. На тот момент там не было никакого диалога, она просто говорила мне, что делать, и у меня не было вариантов, и я это делала. И реально, правда, когда мы разъехали, стало гораздо лучше. Буквально сразу же стало лучше. Сейчас мы вообще нормально общаемся, сейчас мне на него вообще не наплевать, хотя тогда я реально просто терпеть и не могла. Сейчас мне даже, ну, она меня волнует реально, то есть я, правда, о ней очень часто думаю и переживаю, что за лайфхать отношения я не понимаю, но сейчас она реально для меня играет очень большую роль. То есть я приезжаю к ней, я испытываю там чувство спокойствия, знаете, умиротворения. А раньше одно даже упоминание о том, что мне нужно ехать домой, там мамка, и я была в ужасе. Я просто мечтала, что она не приходила домой, потому что она очень часто возвращалась домой, типа, там, часа в 3-4 ночи, потому что она постоянно флексовала со своими подругами, у нее очень много друзей, у ее мужика тоже очень много друзей, они вечно флексы там где-то. Нет, это не прыщи, это макияж такой. Когда я уже выросла, в один день мы сели с ней, поговорили, она уже переехала из России в Германию, я сказала, что я остаюсь в России, это был переломный момент. И вот этот день мы посидели, и она сказала, что... Она не пыталась оправдаться, она просто сказала о своей мотивации, что она действительно меня очень сильно любит, но эта любовь, она достаточно странная, потому что она действительно хотела мне только исключительно самого лучшего, и она хотела, чтобы я не совершала ее ошибки, чтобы я никогда не испытывала каких-то проблем в этой жизни, чтобы я с самого детства была приучена много работать, у меня была вынослива, чтобы я много чего делала, чтобы у меня было само понимание того, какой выбор я должна сделать в этом мире, чтобы понимать всю ответственность, которую я из него нанесу. Но это абсолютно противоречило нашим диалогам, понимаете? Если бы мне просто объяснили, что у тебя в жизни есть два пути, первый путь это строить свою жизнь самой, а второй путь это быть, ну, ведомой по этой жизни. Я всегда, я, это мой характер, я тот чел, который все сделает сам. Я из тех людей, которые, если хочешь делать что-то хорошо, сделаю это сам. Ребята, банальные видео, которые вы смотрите, которые вот на ютубе, я их монтирую сама, обложки, я делаю сама. Я же все всегда делаю сама, потому что я должна иметь полный контроль над всем. Это касается того же моего бьюти-бокса, да, который там был. Я чокнулась с ним. Я, каждое видео мое на ютубе, я схожу с ним сама, потому что для меня это огромная работа, потому что я несу полную ответственность за то, что я делаю, за то, что я говорю вообще за все. И это у меня, это в моем характере. Но мама не могла бы мне это в детстве раскрыть. Она пыталась просто агрессией запугать меня, таким образом вывести меня на какую-то нормальную ситуацию, как ей кажется, по жизни. Но можно было со мной просто поговорить. И я не понимаю, почему нельзя было просто поговорить. Я, честно, не знаю, какие у вас отношения с родителями. Я очень надеюсь, что ваши отношения лучше, чем меня. Но если вдруг это не так, просто послушайте, чело, которое через это прошло, когда вам говорят фразу, что ваше отношение с родителями наладится, когда вы от них свалите, это действительно так. Мне нечего здесь вам сказать, кроме слов. Это абсолютно, это действительно так. Конечно, это не произойдет сразу. Это не произойдет момент, когда ты просто съедешь от мамы и такая, все, у нас еще такая любовь случилась. Это будет, безусловно, много работы. Но так как вы не будете постоянно друг друга видеть, вы не будете друг друга триггерить, у вас в один момент произойдет этот самый диалог, когда вы посидите, пообщаетесь и пытаетесь друг друга понять. Сейчас я прекрасно тоже с моей матери. Мне все равно еще многое в ней непонятно. Она для меня все еще вызывает много вопросов, особенно учитывая ее вот эту гиперопеку, которая внезапно появилась, которая не была в моем детстве. Все проблемы из детства. Надеюсь, что у вас ситуация, правда, как-то получше. Я вас очень сильно люблю, я вас очень сильно целую. Я действительно вас люблю. Вот это слова я могу вам сказать, потому что вы это все-таки в какой-то степени мой выбор. Мой выбор вести себя определенным образом на камеру, а ваш выбор это меня смотреть. И когда мы выбираем друг друга, я считаю, что вот именно это и есть те самые чувства, за которые я так радую, за которые я так люблю. И вот именно поэтому я так сильно люблю моих друзей, потому что они это мой выбор. Родители, к сожалению, не мой.